И вот он настал, этот волнительный момент ожидания. Нет, ну когда уже объявят победителей? Ну, дежурно, подожди немного. Сначала наградим поощрительными призами участников, которые никого не оставили равнодушными. Например, милую девушку Анну. Она написала стихи и спекла торты для всей инструкционной команды. Хотела поздравить свою любимую программу с праздником и испечь небольшие тортики. Девчонок, которые исполнили миниатюру с гитарой. Дня чудеснее не бывает, ведь тебе сегодня ровно пять. И со зрителями так прекрасно день рождения отмечать. За то, что вы пришли, одни из первых, да, мы не могли вас обойти, так сказать, да, вниманием. А также ровесника программы пятилетнего Саши, который всех растрогал своим стихотворением. Жена собрала три стиха, переделала их сама и Саша выучил. Танико согнул прогресс, только нанофон у нас есть. И вот он, Благовещенность, тот самый волнительный момент. Сейчас мы узнаем, кто же победил. Третий приз забрали два очаровательных парня. 2 февраля они покорили всех своим выступлением. Есть креатив и имеется фантазия, то приезжай в ТРЦ и острова так бы поздравить. У нас тоже подарок оригинальный молодежный. Это жесткий диск, я думаю, что молодым людям он пригодится. Мы сначала бит сделали, потом текст писали. В процессе репетиции текст и был написан. Рады вообще подарок? Да, особенно вот звонок был очень неожиданным. Приятный звонок. Никита Найк, Никита Пит, специально для инструкции по помене. Второе место досталось Светлане, которая своими руками сделала чайную шкатулку. Хотела сделать общий подарок для всех. У вас очень большая дружная компания. И хотела сделать что-то, что будет вас собирать в одном месте. Поэтому решила сделать именно чайную шкатулку. Может быть, когда-нибудь у нас будут не только видеоверсии, может быть, мы книги когда-нибудь начнем печатать. И вы свои электронные книги, новые, да, сможете читать, сможете читать наши инструкции. Медленно, но верно добрались мы до первого места. Очень приятно, что поздравлять программу пришли всей семьей. Мы очень счастливы, что выиграли, что пришли к вам на праздник, что вы пригласили нас. Фотографии искались в интернете, в социальных сетях. Долгое время искались несколько дней, потом рисовались несколько дней. Семья Харченко потрудилась на славу. И теперь мама Ольга и дочери Алены и Василиса будут смотреть инструкции по новому телевизору. Потом еще все задували свечи на праздничном торте, пили чай и вообще неплохо так посидели в дружной компании. Вот и подошла к концу наша юбилейная акция. И в заключении хотелось бы от всего нашего коллектива поблагодарить тебя, Благовещенец, за то, что ты на протяжении этих пяти лет с нами. И эта акция – прямое тому подтверждение. Марина, дежурная по рубрике.